Итак, что надо учесть при покупке квартиры с долями? Вопрос. Собираюсь купить квартиру с долями. Какие подводные камни меня ожидают? На этот вопрос отвечу я, юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корзакин. Первое. При покупке такой квартиры нужно проверить, принадлежат ли доли в ней несовершеннолетним детям. Если принадлежат, то необходимо проконтролировать, чтобы их родители получили согласие от органов опеки и попечительства на продажу такого жилья. Второе. Если покупаются не все доли, а только часть, то необходимо, чтобы собственников остальных долей письменно уведомили о продаже, а также, чтобы они дали согласие на продажу. Третье. Очень важно также выяснить, состоит ли собственник в браке. Если да, то запросить у него нотариальное удостоверение согласия его супруга. В противном случае сделку могут признать недействительной. По решению суда. В связи с чем доли вернутся прежнему собственнику? Четвертое. Перед оформлением сделки необходимо проверить собственника на его адекватность. Для этого нужно просто побеседовать с ним. Еще можно запросить у него справки из психонерологического диспансера и наркологического, об отсутствии его постановки на учет. ПНД и НД. Пятое. Документы о праве собственности на доли, а также другие официальные бумаги нужно тщательно проверить. Это поможет избежать мошенничества. Кроме этого, необходимо опросить других жильцов дома о том, кто в этой квартире проживает и как его можно охарактеризовать. Если вам потребуется сопровождение сделки или просто проверить недвижимость и продавца, вы можете позвонить мне и заказать у меня услугу по этому номеру телефона. Если вам понравилось это видео, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok